Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Не могу не снять, это просто супер-шоу происходит на Украине. Реально, я никогда не думал, что буду снимать об Украине, но я не знаю, видели ли вы или нет дебаты Порошенко и Зеленского. Очень много эмоций у меня, потому что действительно огромный спорткомплекс Олимпийский и Порошенко, с одной стороны. Они, во-первых, должны были встать в разных местах, встали в одном месте, Порошенко и Зеленский. Но в целом, вы знаете, я посмотрев все, могу сказать одно. Я не знаю, да, я, знаете, каждый глава государства должен защищать интересы своей нации. И то, что Зеленский против Путина, то, что Зеленский за то, чтобы вернуть Крым какими-то возможными способами или невозможными способами, чтобы впоследствии как-то это сделать или сейчас, чтобы не предоставлять особый статус Донбассу, объяснить людям реально, что Украина нуждается в них. И, понимаете, не силовым путем, а не пропагандистским путем, потому что это какой-то силовой метод, а методом действительно переговоров, методом какого-то взаимопонимания. Понимаете, это как бы слова действительно лидера нации, который печется о своей нации, понимаете, не о нации там, чьей-то другой, а о своей нации. Я, в принципе, его понимаю. Но, вы знаете, когда он сейчас в конце говорит, что мы придем и сломаем эту систему, и мы придем с мышлением и с другой ментальностью 21 века, вот вы знаете, я почему-то могу сказать одно, на Украине случилось то, что так не хватает какому-то одному государству, вот мне так кажется, понимаете, мышление 21 века, свободные банки, значит, гарантия банковской тайны, все то, о чем я говорил, понимаете, мышление и ментальность 21 века. На Украине это стало возможно благодаря кровопролитнейшим действиям, благодаря убийствам, благодаря очень сложной жизни, благодаря тому, что люди просто выживают, но вместе с тем я могу сказать, что, мне кажется, пройдут 5, 10, 15 лет, Зеленский, понятно, уже выиграет. Мне кажется, что то, что он берет курс на НАТО, ну, скажите мне, какая страна НАТО живет хуже? Ну, что, Прага, Чехия, Эстония, что, Литва, Латвия, что, они плохо живут, что ли? Что, у них загибается народ, да, у них люди уезжают, но они могут уехать в Англию, в Америку, работать, зарабатывать, возвращаться в свободные границы? Они защищены огромными ресурсами американской экономики, американской армии. Что, они плохо живут, что ли? Я вам хочу сказать одно, что, когда Порошенко сейчас стоит, и как старая гвардия начинает там давать опять те лозунги, социалистические лозунги, понимаете? Разница в смене поколений, разница в смене мозгов, потому что Порошенко это советские люди, это люди выращившие в советское время, они не могут структурировать систему так, как ее нужно структурировать. Зеленский, при том, что он враждебно, как бы, да, настроен, в принципе, по отношению к России, к моему государству, в котором я живу, гражданином которого я являюсь, вместе с тем я хочу сказать, что я уверен, он на Украине сделает такие преобразования и реформы, которые будут полезны Украине, которые, я уверен, что там реально настанет 21 век, там это будет реально очень, я не знаю, там огромное количество проблем, ни нефти, ни газа, нас же уже давят как могут, потому что запретили экспорт нефти, запретили там, чтобы, ну просто вообще, понимаете, все рычаги давления используются. Но я хочу сказать, посмотрев эти дебаты, я услышал и увидел какой-то глоток свободы, потому что те люди, даже если Коломойский стоит за Зеленским, я уверен, знаете, когда человек занимает пост, он может чистить все, что угодно. Единственное, за что я беспокоюсь, Зеленский, у него нет никакой опоры, там в СБУ, в КГБ бывшем, там где там еще, да, вот это очень страшно, потому что силовики, в принципе, они держат все, и они могут делать революцию, протест, там можно его подтачивать, он вызовет Саакашвили, Саакашвили был в Грузии, да, он сделал огромную ошибку, что он напал на Схинвали, он решил делать все это силовым методом, американцы его придержат, он военный преступник натуральный. Но жизнь в Грузии после Саакашвили стала тысячу раз лучше, это перестала быть Советская Республика, это стали, я помню, у меня друзья поехали, говорят, мы пытались сдать взятку менту, ни один не берет, никто не взял, по всей дороге никто не взял. Сейчас люди едут в Грузию, приезжают вот с такими глазами, потому что они офигевают, как там хорошо, люди живут, получают зарплату, у людей там решен вопрос, там стоит все дешево, это очень хорошая полуевропейская страна стала Грузия, вы понимаете, когда это перестало быть советским рудиментом каким-то, и Украина движется по тому же пути, это поступательное движение, я рад, что это все случилось, понимаете, оставляйте свои комменты, это будет первое видео, еще какое-нибудь снимем, смотрели ли вы депутаты, не смотрели, как вы в принципе оцениваете это, если вы живете на Украине, что вы думаете по поводу моих слов, я могу сказать, что Украина это братский народ России, я желаю всяческого процветания в любом случае, при каких бы ни было отношениях, я желаю Украине процветания, еще могу одно сказать, что впервые в жизни у меня возникла мысль переехать на Украину, но я понимаю, что тяжелейшая экономическая обстановка, огромное количество вопросов, коррупция, незакрытая граница, Крым, которого не стало, огромное количество проблем, но поверьте мне, дайте время этому всему, вспомните наш 91-й год, когда все развалилось, когда было, не было в магазинах ничего, шоковая терапия, когда все по карте, это был просто ужас, ну сколько прошло лет, 20, поэтому, но если приходит человек с мышлением, понимаете, очень острое мышление, чтобы юморить, комиком быть, надо иметь очень острый аналитический ум, и он его имеет, у него высшее юридическое образование, я считаю, что он будет действительно лидером своей страны, и будет делать для своей страны, а Порошенко рядом с ним выглядел пенсионером, которому пора пойти и в бане советские лозунги социалистические рисовать, и клеить, и клеить, и клеить их на стены, понимаете, и закрывать, приватизировать, контролировать, там еще что-то делать, понимаете, вот, вот, вот все, что вот, в общем, я думаю, что вы меня поняли. Всем пока, ребята, до встречи.